Время и дети. Новое поколение. Новые вопросы. Теория и практика в ответах профессионалов. Время и дети. Время и дети. Новый проект на Пилот-радио в эфире. Я Марина Семенова, а также мои соведущие Артём Фёдоров, сооснователь среды образовательных возможностей СОВУМ и Павел Хилько, основатель детского клуба «Вверх тормашками», арт-педагог. Мы приветствуем всех наших радиослушателей. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, не пропустите. Сегодня на кону пригласительный в кино на два лица. Телефон студии 787710. Номер для напоминания сейчас объявляю. Позвонить нужно будет точно тогда, когда будет объявлена рубрика «Время играть». Видеоверсию сегодняшнего выпуска программы «Время и дети» можно будет посмотреть на портале Твери Град. Итак, как воспитать у ребёнка ответственность? Наверное, прежде чем перейти к этому вопросу, наверное, давайте с вами утвердимся в понятии. Что же такое ответственность, на ваш взгляд? Вот мы детям задавали такой вопрос. Ответьте вы, что же такое ответственность? Я думаю, на самом деле очень сложно сказать, что такое ответственность, потому что определения, может быть, у каждого разные. Единственное, что, скорее всего, сойдутся во мнениях многие, что это как бы, ну вот, тавтология получается, то есть ответственность – это отвечать за выполненное дело, да, то есть как бы отвечать, вот, честно говоря, даже не знаю синонима, чтобы подобрать в это определение. Да, это хорошее понятие, вот, надо понять, перед кем отвечать. То есть отвечать – да, но перед кем не очень понятно. Перед собой? Я думаю, что да, в первую очередь перед собой. То есть как бы вот по моей, как бы, жизни, да, и практике, и мою главную цель воспитать в детях две вещи – это самостоятельный выбор того, что они хотят выбрать каких-то вариантов действия, да, или цели, или ещё что-то, и второе – брать за это ответственность. Но они берут не перед кем-то, то есть, грубо говоря, не передо мной, не перед мамой, не перед бабушками, они берут перед собой, потому что то, что они получат в результате выбранных действий, или достижения цели, то они и получат, да. И вопрос, когда у детей встаёт, знаете, когда бежит маленький, табуреткой ударился, и ему тут подлетают все подряд, начинают, вот эта табуретка виновата, какая плохая, ну при чём здесь табуретка-то, ну смотри, куда бежишь-то. Ну вот в этом смысле, понимаете, то есть, как бы, если брать ответственность уже в более взрослом возрасте, она как-то определена, вот Артём ещё скажет, наверное, да, по законодательству или ещё как-то, но там уже совсем другие вещи. Мы, наверное, заговорим просто всё-таки про личную ответственность за сделанное дело, полученный результат, и вообще, что из этого получилось. Ну, я думаю, что именно в этом ракурсе надо и говорить с ребёнком. Да, здесь можно попробовать определить, чем мы именно отвечаем перед самим собой, вот, то есть, такая конструкция, она на самом деле достаточно привнещённая к человеку, потому что, ну, изначально человек перед собой ничем не отвечает. Он живёт спокойно в жизни, и, в принципе, ему этого достаточно. Вот. Но конструкция ответственности очень хороша, если нужно человеку что-то заставить делать. Ну, почему заставить? Вот мы делаем свою работу. Мы ответственны за то, что мы делаем? Мы лечим, например, да, вот врачи, они ответственны за лечение? Ответственны? Ну, что значит ответственны? Что они делают всё... Всё возможное. В рамках своих умений, полномочий, знаний. Вот это понятная конструкция, то есть, они делают всё возможное, но это не ответственность. Но можно ведь и... Почему это не ответственность? А что тогда ответственность? Ну, они делают всё, что возможно. Всё, что возможно, в рамках А могут и не делать. Вот это не ответственность. Могут делать половину. Да. Это вопрос мотивации, делать или не делать. То есть, что это? Только денежная мотивация может быть? Вот в этом как раз и большой смысл, что мотивация самая лучшая, не денежная и не внешняя, а мотивация самая лучшая, внутренняя мотивация, и те профессионалы... Опять-таки сам перед собой, ты должен понять, для тебя нужно, это ответственность. Вот для тебя нужно, это тебе интересно, это тебе... Интересно, это важно, это ты сейчас сам перед собой несёшь, вот в том-то и дело, ответственность за жизнь другого, например, за ту информацию, которую выдаёшь в эфир. Ну, врач достаточно условно несёт ответственность за жизнь другого, то есть он делает всё, что он может, но ответственность он за жизнь его не несёт. Человек может и умереть, но врач может сделать при этом всё, что он мог. Иногда это не в силах врача, это изменить. Согласна, что не в силах. И поэтому он же не может на себя эту ответственность взять, что он прям ответственный за жизнь человека. Он делает работу, он делает её максимально хорошо, как он это чувствует. Но при этом, вот как он перед кем отвечает, то есть когда ему интересно, он это делает, да, это понятно. Или когда у него есть какая-то цель, он к ней стремится. Вот в этой конструкции ответственность не очень понятно, куда встраивается. Вот, но, опять-таки же, надо признать, что эта конструкция существует, и она очень интересна, скажем так, нас может возбудить на позицию «надо», например. Вот, то есть мы себе ставим, то есть мы отвечаем за детей, например, там, да, за ребёнка. И это в нас рождает такую мотивацию, которая вот мы куда-то там начинаем что-то делать, что-то там и так далее. Вот. Причём сам ребёнок не очень понятно, нужно ему это, что мы делаем вокруг него или не нужно, и как он думает, что это должно происходить взаимодействие между взрослыми и детьми, между ним и родителем. То есть, может быть, он видит это по-другому. А мы пытаемся вот свою ответственность перенести на него. Почему? Но мы же отвечаем за него, и мы лучше знаем, вроде как, что он должен делать. Почему его учить? Нет, себя-то мы не снимаем, а тут уже второй подход, когда ты говоришь ребёнку, я тебе говорил, а ты не сделал, поэтому ты виноват. Ну, как бы, это да. Вот, да, это вторая штука. Это подключается эта штука, но если как бы её убрать, ответственность остаётся всё равно только личная. Но это не ответственность, это... Ну, отвечаешь сам перед собой за свой ребёнок. То как бы по-другому человеку не скажешь. Ну, а как ты скажешь, аккуратность? Или как это сказать, забота? Ну, это всё вместе, но... Общее определение ответственности. Нет, это понятно, да. А вот внутреннее ощущение, когда у тебя что-то не получается, что ты хотел бы сделать. Не получается. Но внутреннее ощущение, чувство. Эмоции. Ну, я не знаю, но это эмоции. Ну, это эмоции, да. Ты пытаешься делать что-то, чтобы получалось хорошо. Ну, вот как это определить? Скорее всего, ответственность. Но по-другому ты не скажешь. А иначе можно просто это забросить и не делать. И это тоже нормально. Ну, вот это ответственность, что мы не бросаем, мы идём, стремимся, мы делаем то, что мы должны делать в рамках своего понимания. Настойчивость. Это понятно. Я думаю, что тут на самом деле дискусс в том, что нет чёткого определения ответственности именно в возрасте, во-первых, младшем, да. Во-вторых, нет чёткого определения ответственности личностной между взаимодействующимися субъектами. Извиняюсь за невыговаривание. Потому что ребёнок, родитель, да, как определять ответственность? Одно дело, там в законодательстве что-то написано, ну, другое ещё что-то. А что человек чувствует внутри? Как определить эти... Можно описать ряд эмоций и чувств, но одним словом. Ну, вот мы можем, допустим, сейчас я могу сказать ответственность. Но это будет, возможно, даже где-то противоположно тому, что описано в определениях, там, я не знаю, в Википедии, в словарях или там в законе, всё остальное. И то же самое внутренняя ответственность ребёнка. Ещё, знаете, на ум пришло, вот сейчас говорили, пока, да, когда дети во дворе, ты за это отвечаешь? Ты за свои слова отвечаешь? Что они имеют в виду? Они имеют в виду, может ли ты подтвердить, правда это или нет. И то же самое по результату. Также вопрос в ощущениях, которые... Вот ещё ответственность, знаете, как перед собой. Если определять в примерах, то ты достигаешь какого-то результата, ну, пытаешься достичь цели результата. Ну, вот ребёнок, допустим, я не знаю, там, возьмём из творчества нарисовать картину, слепить там какой-то красивый замок и всё остальное. В конечном итоге это у него не получается. Это вот стишок у Агнии Бортови есть, если я не ошибаюсь. Подошли ко мне два брата, подошли и говорят. Ты их лепишь плоховато, да, ты их любишь маловато. Вот. И ты сама и виновата, а никто и виноват. То есть вина, ответственность, ну, вот как бы так, не перекладывая ни на кого... Давайте посмотрим, что... Вот очень интересно, да, я бы даже хотел, чтобы с этого началось, и мы бы... Да, что всё-таки дети-то думают об ответственности. Детское мнение. Я не знаю, что такое ответственность. Это, ну, типа, цветы, за цветами ухаживать. Так ли? Ответственность – это отвечать за свои поступки. Ответственность – это когда ты отвечаешь за что-то, за свои слова, поступки. Если ты что-то делаешь, то потом спросят с себя. Детское мнение. Вопрос для... сложный даже для взрослых, для детей тем более, да, очень много, на самом деле, мнений детских было, которые я не знаю, да, что такое ответственность, но тем не менее, наверное, всё-таки какими-то своими ощущениями дети понимают. Вот кто-то, да, вот сказал, что поливать цветы. То есть ты, если, например, да, завёл какую-то собачку, там, ты просишь маму, я буду с ней гулять, ты, значит, должен быть ответственный за свои слова. То есть вот ты сказал, что я буду это делать, держи слово, вот это ответственность, держи слово. Артём, как ты определишь это, кроме слова ответственности? Проглух с собачкой? Нет, то, что за неё надо ухаживать, как обычно бывает. Ухаживать, ты просил, ты обещал, и ты это делаешь. И потом это переходит всё на родителей. Да, это очень часто бывает. Ну, это что, это как? В данном случае мы можем апеллировать к ответственности и ребёнку это таким образом объяснить, но реально, когда ребёнок взаимодействует с собакой, он с ней взаимодействует непосредственно и по конкретному какому-то поводу. Там, они пошли гулять, он её кормит там, да, или гладит, или играют, и так далее. Ответственности, ну, то есть есть, да, у их берит такой заход. Мы в ответе за тех, кого приручили. Да, есть такой заход. Но эта конструкция внешняя, она к человеку, то есть у человека он взаимодействует с животным вне зависимости от того, есть у него от него ответственность или нет. Ну, если нет ответственности, ну и не погулял с собакой, ну и не покормил собаку. Он же её себе завёл. Ну и что? Это вот и есть ответственность. Так нет, понятно. Тут получается, что мы его лишаем выхода из этой ситуации. То есть ты, если завёл собаку, то пока она не умрёт, значит, ты должен с ней жить. Нет, он может сказать, давайте её сдадим. Нет, сдадим, её можно передать в другие руки. Да. Тем людям, которым она интересна. Но ты ответственный, ты взял, ты за ней ухаживаешь. Да, но при этом ситуация, если есть вот выход, куда её можно потом передать, когда в данной ситуации ему то, что он хотел получить при взаимодействии с питомцем, он получил. Да. Он натренировал какие-то свои эмоции, ощущения взаимодействия, коммуникацию. Вот. А после этого он, если ему это полностью как бы не нужно, что очень редко бывает. Потому что когда ты взаимодействуешь с животным, это ты к нему привыкаешь. Неизбежно. И, скажем так, отдать его потом куда-то там в другие руки, это очень тяжело. Но при этом ты с ним налаживаешь какой-то механизм взаимодействия. То есть, да, ты можешь там не полить, не покормить, но животные будут это тоже говорить в ответ. Ну, только не словами, а действиями различными. Вот. И оно тоже к этому... То есть, и здесь непонятно, куда вставить ответственность. Это взаимодействие живых организмов. Сейчас Артём нам пытается, по-моему, объяснить, что ответственности вообще не существует. Нет. Она есть как конструкция, но можно обойтись и без неё. Она существует, её можно ввести, привязать к чувству вины, и это нормально. А если без конструкции, например, вот, чтобы ребёнок действительно держал своё слово, свои действия какие-то подтверждал, ну, вот что? Ну, вот если, например, у нас происходит такая ситуация, что ребёнок говорит одно, и это не подтверждается действиями, то в данном случае к нему другие вокруг начинают относиться так, что то, что он говорит, не имеет значения. То есть, так мы, как бы, словам наполняем смысл и значение тогда, когда мы делаем то после слов, то, что происходит в реальности. Вот. Если мы это не делаем, наши слова ничего не стоят. Так ведь, получается, вот то, что ты говоришь, вот, как я вначале сказал, он добился определённого результата, определёнными действиями, и сам перед собой он результаты теперь поглощает. То есть, вот, то, что он с этого результата имеет, то есть, ну, игнор окружающих или ещё что-то. Это вот как назвать перед собой даже? Никак. Он получает ответную реакцию, понимает, что он будет делать так. Артём сопротивляется, назвать это хоть как-то. Нет. Просто Артём, мне кажется, слово ответственность вообще не нравится. Да. Я её не чувствую. Вот. Потому что с какого-то момента я понял, что, ну, это внешняя конструкция, и как-то стараюсь выходить без неё. Я могу себя накрутить тогда, пометуя былые, скажем так, взаимодействия. То есть, вы никому ничего не должны? Нет. Я должен, но... Ну, не материально, я имею в виду. Ну, долг – это ещё другая тема. Да. Я думаю, вы привязываете... Да, там что-то здесь очень много разных долгов. Денежные, родины... Если разбираться в понятиях, мы очень долго будем разбираться в понятиях, есть всё равно понятие ответственность, хотя бы даже вот держать своё слово. Если ты что-то пообещал сделать, да, ты будь добр это сделать, раз ты дал такое обещание. Вот как к этому приучить ребёнка, чтобы он держал своё слово, хотя бы вот в этом понятии, слово ответственность? А здесь самое главное, как мы всегда и говорим, что эта реакция внешней среды должна здесь быть. То есть, мы не должны это объяснять на словах, да, и говорить, что если ты будешь делать так, будет происходить так, там, и так далее. Потому что в слова очень тяжело поверить всегда человеку. И реакцию на свои действия или слова ребёнок должен почувствовать от среды, и тогда для него это действительно значимое и авторитетное воздействие. И если он действительно не держит слово, он понимает, что он попадает в ситуацию, когда, ну, с ним эти вопросы либо не обсуждают, либо с ним не обсуждают какие-то взаимодействия и действия. С ним не очень интересно играть, то есть, когда он в игре, например, говорит одно и делает другое, ну, это не очень интересно так. То есть, либо-то все начинают так действовать, вот, либо, то есть, я к чему это говорю, что в данной ситуации есть смысл, даже если вот какие-то вещи, связанные с ответственностью, чтобы в детях они возникли, им нужно почувствовать эту реальность. И задача родителей в данном случае соприкоснуть его с реальностью, то есть, дать ему возможность в сообществе это продемонстрировать, чтобы он получил обратную связь от сообщества, и тем самым он, ну, только здравительно контролируемый, чтобы она его не захлестнула, такое воздействие. Вот, и вот в этом плане родитель очень важен, и он нужен в данном взаимодействии, вот, чтобы это произошло, и для ребёнка станет всё понятно, и он не будет это, ну, то есть, он может быть, он будет это делать, если только хочет такого результата, но чаще всего нет. Продолжаем программу «Время и дети» вместе с Артёмом Фёдоровым, со основателем среды образовательных возможностей СОВУМ и Павлом Хелько, основателем детского клуба «Верхтормашками» и артпедагогом. Разбираемся всё-таки, что же такое ответственность, как её воспитать у ребёнка, возможно ли это, даже уже в таком контексте, да? Ну, и давайте продолжим с вами диалог. Ну, я бы, наверное, присоединился к тому, что сказал до рекламной паузы Артём, ответственность и самостоятельность, ну, самостоятельность – это маленькое другое понятие, ответственность ребёнка можно воспитать только примерами. То есть при получении неких результатов, как я об этом уже много раз сейчас сказал, да, он это видит, но надо с ним садиться и говорить. То есть, вот, допустим, в детском мнении хочу ещё заметить, что были вот про цветы вы сказали, цветы – это обязанность, которую родители пытаются наложить на ребёнка, если он этот цветок сам чуть ли не вырастил. То есть, я не думаю, что, опять-таки, это маленько разные темы, и это вот как раз то, что Артём говорит, когда ты можешь повесить вот это вот определение ответственности за то, что ты наложил обязанность. Это как на работе, ну, допустим, или ещё что-то, да? Вот. А личную ответственность… Но без этого никуда в нашей жизни. Что-то где-то как-то, да, бывает. Но я думаю, что личную ответственность, когда ребёнок делает какие-то дела, стремится к каким-то результатам, всё остальное, и когда у него что-то получается, не получается, или получается не так, как он хочет, только среди примеров. Объясняешь, показываешь, рассказываешь, тихо, спокойно. Что могло бы получиться, если бы он по-другому сделал? А поощрять как-то надо? Например, вот ребёнок что-то вот, ну, пообещал, он сделал. Например, я не говорю материально, да, поощрять. Ну, например, ребёнок пообещал, что вот он будет там, например, ну, что-то делать, да, это выполняет. Ну, хорошо, давай там вечером, ну, подольше мы с тобой почитаем книгу, например. Ну, какими-то вот такими вот поощрениями. Вы знаете, моё личное мнение, вот сколько всего уже читаю, знаю, вижу, нужно брать форму «я горжусь тобой». То есть мотивировать его через любовь к родителям, через уважение. Потому что если мы постоянно будем давать некую конфетку за то, что он, в принципе, по жизни будет сам для себя делать, то как-то непонятно, для чего он делает, для себя или для конфетки. Поэтому тут как бы надо выбирать некие формы другие. И вообще, когда человека пытаетесь мотивировать, то есть внутреннюю мотивацию разработать, сверху вот этих конфеток не надо давать. Это будет как в теории взрыва большого, да, когда там конфетками девушку приручили выполнить команды. Ну, этого не нужно, это дрессировка. Артём, стоит, не стоит поощрять? Если что-то ребёнок держит, например, слово. Здесь поощрение и одобрение, оно должно быть не в явно выраженной форме, и не физической какой-то, а именно эмоциональной. То есть когда действительно ребёнок делает то, что в человеческом сообществе важно и ценно в существующей цивилизации, то и, соответственно, взаимодействие с ним, оно позитивное. То есть позитивизм этого взаимодействия усиливается. И он это чувствует, понимает, что да, вот такое взаимодействие и такое движение поведения, оно более обществом востренивается таким образом. Но при этом он и у себя должен почувствовать что-то от этого. То есть не только ориентироваться на внешних, скажем так, людей и сообщества. Если у него происходит разрыв, то есть если он внутри чувствует одно, а общество реагирует другим образом, то есть здесь вот иногда бывают сложности. И здесь ему интересно бы, интересно, чтобы ребёнок почувствовал от таких вот действий, от таких слов, которые потом действием подкрепляются, какую-то свою, свой интерес, свои ощущения позитивные, которые позволят ему дальше это делать, исходя из внутреннего интереса, а не из внешнего. Да. Да. Итак, я напоминаю, что у нас есть ещё такая рубрика, как «Время советов». Наверное, к ней мы сейчас и перейдём. «Время советов». Плюс семь, девятьсот двадцать, шестьсот девяносто три, пятьдесят четыре, восемьдесят два. Рубрика «Время советов» уже стартовала. И у нас вот вопрос от Натальи. Спрашивала она у нас вот что. «У меня сын Егор, ему пять лет, ребёнок очень стеснительный, в привычном коллективе, в садике адаптировался, всё нормально. Но вообще сходимся с детьми очень тяжело. Чаще всего просто отходит в сторону. Что посоветуете, как адаптировать, видимо, ребёнка в какой-то незнакомой детской компании?» Артём. Опыт. Да, из опыта можно сказать, что главное не мешать тут в этом процессе. В смысле того, что не нагнетать ситуацию. Потому что когда эта ситуация действительно очень острая для ребёнка, ну и для любого человека, который попадает в незнакомое для него пространство. И здесь ему важно самому сориентироваться и найти свой путь движения. Вот. А из практики видно, что если это таким образом сделать и не подключать сюда взрослых, то дети между собой находят контакт очень быстро. Вот. В нашем, соответственно, пространстве дольше суток, ну ребёнок, то есть в течение суток ребёнок находит всегда. Всегда. Он может не сразу со всем пространством, скажем так, включиться не во всё пространство и с ним взаимодействовать. Но с какой-то частью это всегда так происходит. То есть он может с одним, с двумя детьми. А если всё-таки не берут в игру? Вот, например, играют три ребёнка, к ним подошёл четвёртый, но никак не получается контакт. Вот как вот при этом нужно реагировать родителям, ребёнку? А в данном случае... Павел? Можно, да. Вот как бы из личного опыта, то есть вот у меня дочь, она говорит, там играют, меня не берут. Я говорю, придумай игру, которая будет интересна тебе. Завлеки. Мы с ней, настольные игры, там буквально вот эта вот виселица, угадай слова, ещё что-то, ну третий класс всё-таки, да. Начал я ей показы рассказывать, и она пришла на следующий день. Папа, со мной хотели играть там чуть ли не полкласса и стояли в очередь. То есть как бы, если какую-то игру дети её не берут по каким-то либо причинам, придумай что-то, что увлечёт других. Это раз. Во-вторых, я думаю, что как будущий психолог, да, и арт-педагог, я могу посоветовать и рассказать пару ещё вещей. Первое, что, возможно, характер психологический, да, у ребёнка всё-таки не такой, что ему нужно сто друзей. Он найдёт одного-двух друга, и как бы ему этого хватит, поэтому не нагнетайте, как сказал Артём до этого. Вот. А во-вторых, посмотрите, из-за чего он боится поговорить. То есть, возможно, какая-то толпа его напугала или ещё что-то, ну, от этих детей. Потому что был случай, когда ко мне пришла девочка, которая также общение не очень любила, да, потому что в детстве её малыш, она была маленькая, там, 2 или 3 годика, и её малыш обижал такой же 2 или 3 годика, и всё. И она стала детей сторониться вот из одного малыша. В процессе девочка абсолютно нормально коммуницирует и со взрослыми, и с детьми, и играет, и всё остальное. Ну, там абсолютно хорошая, здоровая, добрая семья, которая ей во всём этом помогает. Вот и сами участвуют вместе с ней. То есть тут ещё вопрос, что как бы ребёнок видит в вас защиту и охрану. Если вы начнёте с ним потихоньку участвовать в этих играх, а потом отходить в сторону, то есть тоже может помочь как бы ребёнку начать сближаться с другими детьми. Спасибо вам за совет. Сейчас у нас будет рубрика «Время играть». У нас на кону, напоминаю, что два пригласительных билета в кинотеатр. Можно как раз будет сходить со своим ребёнком. Время играть. Телефон студии «Пилот-радио» 787710. Вопрос будет очень простой. Будет он касаться Масленицы, которая сейчас вовсю у нас идёт. Праздник такой, можно сказать, даже семейный. 787710. На кону у нас пригласительные в кинотеатр. И вопрос, конечно, будет такой соответственный, да, масленичный. Достаточно простой, поэтому вот сейчас я вижу, что у нас уже появился телефонный звонок. Давайте попробуем задать вопрос нашему слушателю. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Антон меня зовут. Антон, очень рады вас слышать. Скажите, пожалуйста, масленица сейчас идёт. Блины уже пекли, ели? Уже ел. Нет, пищи не пёк, но ел. Ага, а кто же вам их готовил? Ой, много где я их ел. То есть и знакомые готовили, и родители готовили. А дети у вас свои есть, Антон? Есть. Есть. А с детьми готовили? Нет блины ещё? Ещё нет, ещё не готовили. Входные будем готовить. Вот, замечательно. Антон, на кону пригласительные в кинотеатр. Я думаю, что вы постараетесь и обязательно вспомните, что такое масленица, да, и назовёте главные атрибуты народного празднования масленицы в России. Что мы говорим, когда подразумеваем масленица? Это что? Блины. Так. Зиму провожаем, чучело поджигаем. Вот, гуляние там народные, лазинь я на столбах. Замечательно, замечательно. Вот такая у нас замечательная масленица с блинами, с чучелом, с хороводами, гулянием. Всё очень просто. Вопрос простой, согласитесь, Антон. И вы стараетесь обладателем пригласительных билетов в кинотеатр. Мы поздравляем вас. Надеемся, что это будет ещё один повод сблизиться с семьёй, провести время вместе. Не только на печь вместе. Блины. Антон, оставайтесь на связи. Мы обязательно сейчас объясним вам, как забрать пригласительные у нас. Итак, я напоминаю, что сегодня участниками программы «В центре внимания» были Артем Фёдоров сооснователь среды образовательных возможностей СОВАМ и Павел Хелико, основатель детского клуба «Вверх тормашками». Арт-педагог и я, Марина Семёновна. Мы сейчас с вами прощаемся. И я напоминаю ещё раз, что в следующий раз мы будем обсуждать, как научить ребёнка помогать родителям по дому. На номер плюс семь девятьсот двадцать шестьсот девяносто три пятьдесят четыре восемьдесят два в WhatsApp ждём ответы ваших детей на вопрос «Как вы помогаете по дому своим родителям?» Итак, как научить ребёнка помогать родителям по дому? А вопрос для детей «Как вы помогаете по дому своим родителям?» Аудио с ответом ребёнка должно быть, напоминаю, не более двадцати-двадцати пяти секунд. Итак, всё. Пришло время прощаться. До свидания. Всего доброго. До новых встреч. До новых встреч. До свидания. Время и дети